Привет, друзья! Хотелось бы закрыть некоторые пробелы касательно конфигурации ПК на LGA2011 в рамках игры Star Citizen. Чтобы не было мешанины, видео будет два. В этом поговорим о четырёхканальном режиме памяти, а в следующем сравним с Star Citizen другой процессор, всё на том же LGA2011. В предыдущих тестах сборки на Xeon я говорил о том, что конкретно моя материнская плата поддерживает лишь двухканальный режим работы оперативной памяти, и в связи с этим осталась некоторая неясность в отношении Xeon. Так сможет ли он показать лучшие результаты с четырёхканалом? Если да, то насколько ощутимой будет разница? Или её не будет вовсе? Попробуем разобраться. И поможет нам в этом вот эта вот плата X79 Jinxha с поддержкой четырёхканального режима памяти. Предыдущая называлась просто X79MS, ну а тут Jinxha. Это вам не ноунейм какой-то, это уже что-то похожее на бренд среди китайских плат, между прочим. Итак, память представлена четырьмя двуранковыми плашками по 8 гигабайт на чипах Samsung, и работала на частотах 1866 МГц с автоматическими таймингами. Ни та, ни другая материнская плата без прошивки биоса регулировать их не умеют. Стало быть, всё в стоковых значениях. Кстати говоря, ноунейм плата ни в CPU-Z, ни в AIDA64 никак не определяла данные по оперативной памяти, а вот на Jinxha всё замечательно определяется. Тесты памяти в двухканальном и четырёхканальном режимах можете видеть на экранах. Пропускная способность во втором случае прогнозируема значительно выше. Сперва предлагаю глянуть несколько посторонних игр. Попытаемся рассмотреть, как они будут откликаться на разницу в пропускной способности памяти. Подборка может быть и не самая подходящая, но что имеем. Бог войны 2018. Настройки низкие, Full HD с включённым DLSS. Слева всегда будет конфигурация с двухканальным режимом работы памяти, справа с четырёхканальным. На самом деле, в сравнении памяти настройки нам не так уж важны, просто важно было по максимуму снизить нагрузку на видеокарту. Ведь если видеокарта узкое место, то и все значения FPS мы будем наблюдать именно самой видеокарты, и разницы в процессорах, и памяти в таком случае можно не обнаружить вовсе. Тем не менее, 2060 даже на низких загружается практически под сотку. На самом деле, это неплохо говорит об оптимизации игры и, в принципе, о производительности процессора в целом. Что же мы получаем? Сцена довольно динамичная, сходу разница не так различима. Но немного понаблюдав, можно заметить, что в среднем с четырёхканальной оперативной памятью FPS повыше примерно на 5-10%, а также на 10-20% выше показатели редких и очень редких событий, это 1,01% лоу. Именно эти показатели особенно сильно влияют на ощущение плавности в игре, и как раз четырёхканал в данном случае обеспечивает большую плавность. Далее, увлекательная игра про строительство своей деревни в Средневековье, Medial Dynasty. Здесь было два прогона, в Dretex 11 и Dretex 12. Версия игры 2.11. Это, кстати, яркий пример того, насколько быстрее может работать игра в более новом API. И может, здесь, конечно, ключевое слово, ведь так бывает не всегда. Сперва рассмотрим Dretex 11. Ну, что сказать. Игра не сильно-то отозвалась на большую пропускную способность памяти. Немного повыше показатели очень редких событий, и, в общем-то, на этом всё. И обратите внимание на график фреймтайма. Сейчас сравним с Dretex 12. В более новом API FPS заметно вырос. Но вот разницы, кроме как в очень редких событиях, по-прежнему не наблюдается. График времени кадра ведёт себя местами как-то рвано, независимо от пропускной способности оперативы. Но на геймплее это не ощущается. Смотрю я на эту разницу в Dretex 12 и думаю, что надо бы как-нибудь организовать тесты разных API в Star Citizen. Если, конечно, всё будет работать адекватно, потому что последние месяцы подрубить вулкан мне почему-то не удавалось. Следующая игра. Первая часть Cities Skylines. Внезапно. Игра абсолютно не умеет работать с многопоточностью, и зеоны всегда её с трудом тянули. Просто добавил для галочки. На пропускную способность памяти игра никак не откликнулась, и всё в рамках погрешности. Теперь пора перейти к тому, ради чего мы здесь собрались. Star Citizen. Делал множество прогонов именно на Microtec. Реально, очень много прогонов. И стал просто мастером спринтапа Microtec, изучив каждый шаг и каждый угол. Тестировал как одни и те же, так и разные сервера. И немного забегу вперёд, именно эти тесты оказались самыми показательными и правильными. Как раз потому, что удавалось протестировать один и тот же участок на разных системах, не выходя с одного сервера. Ночные и дневные забеги я разделил, так как обилие источников света могут оказывать влияние на итоговые результаты, поэтому логично их скомпоновать вместе. Что мы видим? Первый дневной забег. В начале теста какой-то явной разницы не наблюдается. Но ближе к концу тестового отрезка 10-15% в пользу сборки с 4-х канальной памятью. Далее отрезок ночной, и в нём разницы не наблюдается. Чуть получше показатели 1,01% лоу, но как вы помните из прошлых роликов по Зиону, видеть в Star Citizen на серверном процессоре 0 фпс в графе редких событий – это нормально. В целом заметил, что при ночном освещении на данной локации действительно существенная разница незаметна. Только днём. Быстренько сделаем ещё пару дневных прогонов. Местами в 4-х канале даже 30 фпс мелькает. Ну и в целом производительность немного лучше, чем в варианте с памятью в двухканальном режиме. График фреймтайма показывает себя в обоих случаях примерно одинаково. Вы также можете обратить внимание, что там где указаны потоки процессора, их отображается всего 12, хотя 2670v2 вообще-то 10-ядерный 20-поточный. Знаете ли, я своего рода начинающий тестировщик и могу кое-где накосячить. Это уже поздние тесты после тестов с 6-ядерным процессором E5-1650v2. Там как раз 12 потоков. И да, я забыл изменить число потоков в программе MSI AfterBirder. Ошибку признаю, исправлюсь. Далее в тестах эти потоки будут вовсе скрыты, будут лишь общие значения процессора. В ангаре в космическом порту, да и при вылете из него, какой-либо разницы в вариантах с двух или четырёх каналом не наблюдается. При пролёте над распределительным центром разницы всё так же не прослеживается. После посадки же тесты будто бы показали преимущество четырёхканальной памяти в виде более высоких показателей редких и очень редких событий. Но при выходе из корабля ситуация поменялась на обратную, и теперь уже в результатах с двухканальной памятью эти показания держатся выше. Средний фпс в обоих случаях одинаковый. Во время прыжка также разницы не просматривается, и, конечно, на этом моменте становится совсем скучно. Разница-то будет вообще. Далее подлетел к станции и ничего не увидел. Отрисовка модели станции заняла как-то ну слишком много времени, особенно с памятью, работающей в двухканале. И вот оно, подумал я. Посмотрел результаты с двумя другими процессорами ЛГА-2011, но с четырёх каналов, 2640 и 1650В2. Там отрисовка и вовсе занялась считанные секунды. Недолго думая, перепроверил отрисовку снова на 2670В2 в двухканале. И в этот раз никаких проблем не возникло, а мои догадки не подтвердились. Тесты возле Крусейдера и вовсе по факту приходится исключить, так как тут в результаты вмешалась работа сервера. Ещё на подлёте на деймер видны сильные просадки фпс и рваный график времени кадра при тестах четырёх канала. Во время пробежки также по поверхности то же самое. Ну и тут можно примерно предположить, с чем это связано. Сервер сильно замусорен, и такие показания брать во внимание нельзя. Увы, в этом и состоит особая сложность тестирования в Star Citizen. В любой момент может вмешаться работа сервера и значительно повлиять на результаты. С критикой на этот счёт я, конечно же, согласен. Поэтому, как в начале видео с пробежками на Майкротек, так же и впредь буду стараться проводить тесты внутри одного сервера, не выходя из него. Есть некоторые хитрости для этого, но действовать нужно быстро. А краш сервера означает начало тестов с последнего отрезка. Это всё особенно сложно делать, когда необходимо пересобирать конфигурацию ПК. Но в целом возможно. Несмотря на всё вышесказанное, ещё чуть-чуть посмотрим продолжение тестов. Хотел бы продемонстрировать любопытный момент. Итак, на подлёте к Орисону в двухканальном прогоне снова долгая отрисовка моделей. При том, что помним, проблемный сервер у нас на кадрах справа. При приземлении тенденция плохого FPS из-за работы сервера сохраняется, но только до одного момента. Внезапно в прогоне с двухканалом игра буквально зависла, а после отвисения FPS упал до значений даже более низких, чем мы наблюдали с проблемным сервером. И это не единичный случай. На тестах с 1650v2 была ровно такая же ситуация в этом же самом месте. Под конец теста игра зависла и после непродолжительного ожидания продолжилась, но уже с двоим меньшим FPS. Падение было примерно с 40 до 20. Такие вот дела. Пара небольших бонусов для финальной части видео. Вы не думали о том, как себя покажет обычная DDR3 память с такой же частотой, что и серверная? Что вообще будет, если к Xeon на китайской X79 поставить обычную память вместо серверной? Ну вот лично я как-то об этом не думал и решил для себя наглядно посмотреть. Одно дело поставить и разогнать память брендовой материнской плате. А тут всё будет в рамках возможностей стандартного BIOS. Обычная память представлена четырьмя одноранковыми плашками DDR3 памяти по 8 гигабайт. Частота 1600 МГц и повысить её не удалось. Томенги также регулировать без прошивки нельзя. В AIDA64 в двухканальном режиме памяти на одинаковой частоте обычная DDR3 вроде как будто бы даже получше работает. Но учитывая, что серверная без проблем берёт свои 1866 МГц, то ни о каком преимуществе речи идти не может. В Star Citizen при равной частоте также плюс-минус получаем то же самое. И ещё один бонус. Четырёхканальный режим и 32 гигабайта памяти. Двадцать четыре гигабайта и трёхканальный режим. И шестнадцать и двухканальный. Тут наглядно видно, как шестнадцати гигабайт в тяжёлых локациях уже совсем не хватает. Множество фризов и статоров. Так что оптимальный минимум для Star Citizen на данный момент это 32 гигабайта ОЗУ. Сорок восемь гигабайт было бы прям хорошо. Как раз на DDR5 можно брать набор из двух плашек по 24 гигабайта. На этом можно и подвести итог по сегодняшнему видео. Проводить какие-либо тесты в ZG занятия, конечно, неблагодарные. Это факт. Хотя я и стараюсь сделать максимальную повторяемость тестов, отсеивать аномально низкие фпс, следить за состоянием серверов, поглядывать за количеством сущностей на сервере. Это вот этот вот параметр entities в консоли. Всё равно так или иначе случаются такие вот истории с плохо работающими серверами. Замечаю это на монтаже, а перетестить эти фрагменты уже возможности нет. Тесты заняли много времени и сил, а по итогу мы сидим смотрим практически одинаковые показатели, и оттого становится как-то грустно. Но зато теперь не нужно гадать, а что было бы если? Результаты вы видели, а результаты не вдохновляют. Касаемо двух- или четырёхканальной памяти. Тут стоит сказать, что, как мы видели, сильно переживать из-за двух каналов, по крайней мере с DDR3, для игровых задач не стоит. Судя по результатам тестов конкретно в Стар Сити, за нащутимой разницу вы практически не получите. В каких-то иных проектах она может быть более заметна, но опять же не всегда. Конечно, если нацелено что-то такое на зионных собирать, мало ли вдруг, хорошо бы, чтобы четырёхканал присутствовал. На том же сокете 2011.3, он не на всех платах поддерживается, и этот момент необходимо проверять. В следующем ролике ещё немного помучаем зионы. На этот раз посмотрим на парочку других процессоров LGA2011. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Большие пальцы и комментарии категорически приветствуются. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Всем хорошего настроения и до скорых новых встреч.